Музыка Сейчас я хочу рассмотреть еще один вид отношений, отношения сына и матери. И давайте откроем вместе с вами Евангелие, Евангелие от Луки, 23 главу. Как-то сегодня я на основании Евангелия от Луки проповедую, но утром мы брали притчу о блудном сыне. А сейчас давайте посмотрим предпоследнюю главу этого Евангелия, 46 стих. Иисус, возгласив громким голосом, сказал, Отче, в руки Твои предаю Дух Мой. И сие сказав, испустил Дух. Сотник же, видевший происходившее, прославил Бога и сказал, Истинно человек этот был праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелища и видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в Совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божьего, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащеницую и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. Вы знаете, в Евангелиях не показано конкретно вот этот момент между тем, как сняли тело Иисуса Христа и положили в гроб. Исходя из всех четырех Евангелий, традиционно считается, что вот в этот момент было несколько человек. Вот как здесь сказано, был Иосиф из Аримафеи, Иоанн Богослов был в этот момент, был Никодим в этот момент, Мария Магдалина, матерь Иисуса и ее две сестры Соломея и Мария Клеопова. И в христианском творчестве есть такой традиционный сюжет, который называется таким итальянским словом «пьета». Может быть, вы слышали такое слово. «Пьета» означает сострадание, жалость, оплакивание, пьета. Что такое пьета? Пьета – это когда Мария оплакивает своего сына. Есть немало таких сюжетов. Но сегодня я хочу поговорить, наверное, об одной из самых известных вот этих скульптур, изображающих оплакивание. Это пьета знаменитого Микеланджело Буонаротти. Микеланджело Буонаротти – человек возрождения. Я думаю, что даже люди далекие от художественного творчества, вы слышали наверняка его имя. Это человек, который, родившись, вот его изображение, когда он родился еще мальчиком, в нем обнаружили немало таких дарований художественных. И поэтому его отец отдал к одному из модных художников того времени. И быстро в нем стал проявляться дар. Да так стал проявляться, что ему стали завидовать не только его сверстники, но даже его учитель стал ему завидовать. Микеланджело стал проявлять вот этот художественный дар, а он был и художником, и скульптором, и поэтом был. Ну, такой человек возрождения. И Микеланджело говорил, что он получал от Бога образы, которые носил в себе и не успокаивался, пока не воплощал эти образы в каких-то предметах искусства. И Микеланджело принадлежат знаменитые слова, когда он говорил, что я вижу статую в глыбе мрамора и просто, как он говорил, отсекаю все лишнее. При этом Микеланджело был глубоко верующим человеком, и даже вот одна его фраза «Я живу в любви и истинном свете Христа» уже говорит о его сердце. То есть Микеланджело был абсолютно убежден, что он призван Господом для того, чтобы через творчество показать единение с Богом. Его современники так и называли «божественные Микеланджело», потому что они видели, что Бог наделил этого человека удивительным своим свойством творить, потому что наш Господь творец. И вот в 24 года, то есть будучи еще не очень известным молодым человеком, Микеланджело творит одно, наверное, из самых гениальных своих творений – Пьета. Причем вот к самому этому сюжету Пьета, оплакивание Марии и своего сына, он в жизни возвращался несколько раз. Но вот это самое первое, самое раннее его Пьета, это, наверное, самое-самое знаменитое. Она сегодня находится в Ватикане. Если вы были или когда-нибудь будете в соборе святого Петра, то вы наверняка там его увидите. И вы знаете, что интересно, я когда говорил о возвращении блудного сына, я показывал, что обычно, когда художники того времени изображали возвращение блудного сына, когда было много всяких сюжетов, наряду с которыми был блудный сын. Когда Рембрандт нарисовал свою знаменитую картину, все сконцентрировалось вот на этих двух – отец и сын. Все второстепенно, словно ушло в тень. Точно так же, когда изображали Пьета, как правило, там были разные люди, Мария, Иосиф, все ходили, и вот Мария держала на руках сына. Когда Микеланджело делал эту статую, то он сделал только две фигуры – Мария и ее сын Иисус. И сделаны они в оригинале, в натуральную величину. И вот эта скульптура, которая призвана изображать скорбь матери, потерявшей сына. Вы знаете, я не знаю, некоторые даже меня упрекают, говорят, что «Виктор, что тебе Библии не хватает проповедов? Зачем ты там всякие картины берешь, скульптуры берешь?» Я беру это для того, чтобы показать, Бог действовал не только в библейские времена, Бог действует всю историю человечества. С одной стороны, конечно, Библия – это фантастический рассказ о делах Божьих. С другой стороны, есть опасность для нас, христиан, считать, что вот то, что Бог делал, оно как будто было тогда, в то время, в тех городах, а сегодня как? И вот когда мы берем разные картины, книги, скульптуры, мы можем и через это получать Божьи откровения. Сегодня утром я делился теми откровениями, которые я получил, рассматривая картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». А вот сейчас я хочу вам поделиться этой картиной, потому что при всей моей любви к Рембрандту, эта скульптура на меня подействовала удивительным образом. Я когда смотрел на нее, знаете, я с удивлением обнаружил, что… Вот обратите внимание, Мария сидит в такой позе, словно кормящая мать. Чем-то напоминает Мадонны, когда мама держит на руках маленького ребенка. И вот такое чувство, вот смотрите, причем тоже очень интересно, лицо Марии, лицо молодой женщины, такое чувство, она как будто с юности к ней изменилась. Только вместо младенца сын-то уже вырос, и не только вырос, а уже мертвый, и она держит его на руках. Вы знаете, такое чувство, как будто Мария видит видение, вот она как будто сидит, молодая мама, молодая девушка, кормит младенца, и вдруг как будто она видит будущее, выросший ее сын, который закончил свой земной путь. И еще интересный момент, если вы посмотрите целиком на эту скульптуру, то вы увидите, что когда Мария сидит, у нее так ноги, можно целиком показать, да, ноги полностью, ноги раздвинуты, как у роженицы, как у женщины, которая рожает. И вы знаете, когда ты смотришь на эти вещи, вот сидит молодая мама, как будто вот кормит плоденца, у нее ноги раздвинуты, как у роженицы, и при этом ее сын как будто моментально вырос, и вот, словно соскальзывает, отвернул голову и соскальзывает с ее колен. Возникает подсознательно некое ощущение, как будто здесь три времени, вот молодая мама, одновременно прошлое, роженица, и одновременно будущее, сын-то уже закончил свой земной путь. И вот эти три времени, прошлое, настоящее и будущее, они словно воплотились вот в эту статую, в этом мраморе, который Микеланджело так фантастически сделал. Через нее ребенок родился, пришел в этот мир, ребенок прожил жизнь, и ребенок умер. Как будто круг жизни, выражение, которое использует Яков в своем послании, круг жизни, замкнулся. Я долго смотрел на Пьета Микеланджело, и знаете, что интересно? Я не столько почему-то вспоминал Евангелие, когда смотрел, сколько, может быть, для кого-то это покажется непривычным, я вспоминал книгу «Экклезиаста». Я вот хочу вам сейчас прочитать вступление к этой книге. Давайте откроем «Экклезиаста» первую главу. Я знаю, что «Экклезиаст» не часто используют во время проповеди, проповедники не слишком сильно любят эту книгу, потому что, знаете, есть такое ощущение, что в «Экклезиасте» дан великий вопрос, Соломон задает, а достойного ответа в этой книге как будто мы не находим. Я абсолютно убежден, что это не случайно, потому что на великие вопросы не нужно сразу давать нужный ответ. Почему? Да потому что, я даже заметил, Иисус Христос, когда проповедовал, Он иногда людей отпускал с вопросом. Помните, они шли и говорили «К чему была сия притча?» Помните, да? Мы, проповедники, боимся такого. Мы обязательно должны закончить проповедь восклицательным знаком. Почему? А может быть, закончить иногда стоит на вопросительном знаке? Потому что, когда люди идут с вопросом после собрания и сами потом найдут ответ, для них это намного ценнее, чем готовый ответ, который они услышали здесь в кафедре. С другой стороны, я думаю, что ответом на этот грандиозный вопрос, который «Экклезиаст» дает в своей книге, вся Библия является таким ответом. И вот у нас, конечно, нет времени читать эту удивительную книгу, но я прочитаю только вступление книги «Экклезиаст». Вот смотрите, первая глава книги «Экклезиаст». Со второго стиха «Суета, сует, сказал Экклезиаст». «Суета, сует, все, суета». Само слово «суета» – еврейское слово «хевель», «пар». Это когда мы здесь на Урале на морозе выходим, и какое-то время вдыхнешь, и пар, что-то такое видимое. Какое-то время побыл, 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 и нет. Вот что дословно выражает слово «хевель» – суета. Суета, суета, сует, все пар, все проходит, все исчезает. Что пользы человеку продолжает «Экклезиаст»? От всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Видите, род приходит, род проходит, жизнь кружится, жизнь род за родом. Но должна же быть какая-то твердь, вот что-то такое незыблемое, пребывающее вовек, что-то неизменное, что-то изначальное. Где же эта твердь, что-то неприходящее? И вот Экклезиаст говорит дальше. «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. И вот солнышко поднимается, идет, 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 и казалось бы, куда? В другую куда-нибудь галактику? Нет. Какое-то время – раз, и на следующий день опять поднимается. И так по кругу, по кругу, изо дня в день, из неделю в неделю восходит, заходит, восходит, заходит, восходит, заходит. Дальше, смотрите. «Все реки теку...» А, шестой стих. «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится по ходу своему, и возвращается ветер на круги свои». Не знаю, как у вас в Челябинске, у нас как-то в последнее время, это осень в Екатеринбурге, такие ветры были. Казалось бы, такой ветер. Смотришь, проходит время, и снова ветер. Проходит время, и снова ветер. Кружится, кружится, кружится. Седьмой стих. «Все реки текут в море». О, наверное, тут есть начало, и тут есть конец, да? Ну, вот они текут, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Ну, наверное, Экклезиас не знал еще такого, круговорот воды в природе, но мы это изучали уже. Так же и вода, словно по кругу. Смотрите, он словно вот берет эти три стихии, да? Огонь, солнце, воздух, ветер, вода, реки. И рассматривает все три стихии, и они кружатся, кружатся, кружатся. Постоянное повторение, постоянное движение. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Суета-сует, где же здесь смысл? К чему все это? Где цель? Девятый стих. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. О, смотри, о, новое, вот это новое. Ну, и это было уже в веках бывших прежде нас. Так обычно говорит молодежь. О, пандемия, такого никогда еще не было в истории человечества. Старики смотрят, улыбаются. Не было, да, прям такое великое событие. Одиннадцатый стих. Нет памяти о прежнем. Да, и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. И вот смотрите, все окружение. Сплошное повторение. Одно и то же. Суета, вода кружится, огонь кружится, воздух кружится, жизнь человеческая. Рождение, смерть, рождение. И круг замыкается. И круг замыкается. Суета, сует, все суета. Я когда недавно читал «Экклезиаста», знаете, у меня такое внутри, картинка родилась. Как помните, вот рисовали схему атома. Схема атома есть. Я вот специально попрошу, можно покажите изображение схемы атома. Вот такое чувство, то, что описывает здесь «Экклезиаст», это словно вот эта вот схема атома. Вот есть что-то в центре, да? И вокруг него окружение происходит. Словно ты находишься в этом центре, вот сам атом, это же в переводе «неделимый». Они тогда думали в античном мире, что вот эта неделимая частица, сейчас узнали, что и это тоже делима оказывается. Но где же вот это неделимое что-то, вот это неделимое, исходя из которого ты словно смотришь на все, что происходит вокруг, на вот эти кружения, кружения, кружения в жизни твоей. Причем эти кружения в нашей личной жизни и в общественной жизни. Я вот вспоминаю, да, когда моя юность была в конце 80-х, там перестройка. О, хватит уже, надоело, сколько можно, воровство сплошное, надо все снова переделаем. И потом новые надежды и идут, и подъем какой-то, и все снова, да? Потом приходит, уже застой наступает, потом спад наступает, потом опять нас обворовали. И такое чувство, знаете, вот я сейчас живу, как будто вот повторения какие-то. Ну, тут ко мне как-то подошла одна пожилая сестра, говорит, Виктор, ты еще оттепель Хрущевскую не застал? Вот тогда понял, что такое повторение. Не застал, я как бы дитя Брежневского времени. Но вот это, знаете, и в общественной жизни какие-то надежды. Весь мир до основания мы разрушаем, снова и построим, все будут счастливы. Раз, начинают строить, смотришь, что-то, мир новый не сильно строится, а у строителей коттеджи хорошо строятся. А, нас обворовали, снова, спад, застой, новая революция, новое недовольство, новые надежды. И, знаете, и опять пошло-пошло, пошло-пошло по кругу, вот это окружение. Соломон, напишавший книгу экклезиаста, царь, у которого все было, он и трудился, и работал, у него искусство было, все было. И он говорит, да все это суета, и удовольствие, и вино, и успехи, все это суета, и труд, все сплошная суета. И вот этот великий вопрос, что же не суета среди этого временного окружения, что же вот такое вечное? И вот эти знаменитые слова из третьей главы книги экклезиаста, я прочитаю их, я прочитаю, знаете, из книги, из перевода РБО, Российского Библейского Общества, чтобы как-то свежим взглядом посмотреть. Третья глава с первого стиха. Всему есть срок, есть время, всякому делу под небом. А, знаменитые слова. Время рождаться, время умирать. Время сажать, время выкорчевывать. Время убивать, время исцелять. Время рушить, время строить. Время плакать, время смеяться. Время рыдать, время плясать. Время разбрасывать камни, время их собирать. Время обнимать, время избегать объятий. Время искать и время терять. Время хранить и время выбрасывать. Время рвать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Все вещи не случайны, к слову, они запущены в эти круги, которые вокруг нас. Вот они вращаются, любовь, ненависть, началось, закончилось, мир, снова война, снова мир. И ты как будто в центре этого окружения находишься. Но, что интересно, одновременно с этим окружением, в этой же 3 главе 11 стих я прочитаю. Все, что Бог сотворил, прекрасно во время свое. Вложил Он в сердце людей и в вечность. Но от начала до конца человек Божьих дел не постигнет. И вот среди всего этого временного окружения внутри нас заложена вечность. И хотя, как здесь Экклезиас говорит, мы многое не понимаем, но это не является препятствием для переживания вечности внутри нас. И по большому счету искать Царство Божьего, это находиться вот в этом центре вечности. Можно еще вот эту схему атома находиться вот в этом центре вечности? И на все временное, что само по себе названо Экклезиастом, суетой, ты словно смотришь из этой центральной точки к точке вечности. К чему я сейчас этого Экклезиаста прочитал? Если мы вернемся к Пьетта Микеланджело, вы знаете, утро мы с вами говорили на картине Рембрандта, важно осознать, я вот делился своими переживаниями, что я одновременно и сын, и отец. Я одновременно тот, кто нуждается в прощении, и тот, кто должен прощать. Я одновременно тот, кто нуждается в милости, и тот, кто должен проявлять милость. У Микеланджело, когда мы смотрим на его Пьетта, мы видим я и сын, и одновременно мать. Я понимаю, что для нас, может быть, для ума, особенно протестантского, это несколько странно звучит, но Микеланджело специально эту скульптуру сделал из цельного карарского мрамора. Он взял одну эту глыбу и сделал эти две фигуры, словно цельные, они словно сливаются в одно, и в этом слиянии жизнь и смерть, вечная и временная. Это, по сути, то, что каждый из нас переживает, драгоценный. Так ведь каждый же из нас переживает, с одной стороны, временность, поэтому нас смерть пугает. Так замыкается круг, и тут нам становится страшно что-то менять. Страшно перемен. Их требуют наши сердца. И одновременно пугают нас эти перемены. Мы боимся. И в то же самое время мы ощущаем в себе что-то вечное, что не закончится с нашей физической кончиной. И вот этот внутренний сплав вечного и временного, он словно наполняет нас. И я еще раз говорю, конечно, некоторые говорят, ну, Виктор, тут вечное, получается, показано в виде Марии, это католический взгляд. Здесь дело не в католическом взгляде. У Микеланджело вообще было особое отношение к женщинам. Почему? Потому что он в 6 лет потерял мать. И у него по тоскам по матери была всю жизнь. И в принципе, вот если вы обратите внимание на его творение, у него там всегда у женщин главные роли. Даже в знаменитой Сикстинской капелле, когда он изображал предков Иисуса, он же бы мог изобразить предков по мужской линии, а он показал предков по женской линии. И в этом произведении тоже у него Мария играет главную роль. Это как некая вот эта внутренняя, вечная точка. Скажешь, как это? Иисус может быть временным, но мы напомним, что Иисус же был не просто Сыном Божьим, Он также был Сыном Человеческим. Как человек Он родился, прожил жизнь, служил и ушел. Мы знаем, как Сын Божий Он воскрес. Но если мы сейчас посмотрим глазами мамы, мамы на своего сына, вот она смотрит на круг жизни, который прошел ее сын. Она видела, как он рождался. Она видела, как он был у груди и пил ее молоко. Она видела, как он бегал с ребятами. Она видела, как он там в 12 лет потерялся в храме. Помните эти все эти истории? Она видела, как он там учил и проповедовал. Она многое не понимала и хотела прийти. И как все мамы, кажется, что дети что-то делают не так. Не о том говорят. И вот она видела, как его арестовали. Она слышала, как орали, распни. И вот у нее вот все, круг-то завершен. Закончилось все. И она словно смотрит на своего сына. Ведь не случайно вот эта статуя, она словно как крест. Вертикаль, вечный и божественный взгляд. И горизонталь, временная, суетливая, начавшаяся когда-то и закончившаяся когда-то существование. И послушайте, вот я хочу поделиться тем, что я пережил не так давно. Когда я смотрел в ее взгляд, мне было так интересно, а что же это за вечный взгляд на наше временное бытие. Можно вот крупное ее лицо, наиболее лучший слайд, который показывает ее лицо. Что же это, что же это за взгляд? Смотрите, в этом взгляде есть утрата, есть скорбь. Но вы в этом взгляде и видите ужас? Нет. Трагедию? Нет. Есть печаль, а трагедии нет. Есть внутренняя скорбь, но ужаса нет. Словно вот в ее глазах она смотрит на тело своего сына. Любовь. Любовь, о которой Павел говорит, пребывает вовек. Божественная, божественная любовь. Точно так же и мы в нашей жизни что-то происходит, начинается и заканчивается. И, к сожалению, многие вещи, происходящие в нашей жизни, они очень трагичны бывают. Много драм, много боли. Как помните, в Псалме сказано, наша жизнь 70, при большей крепости 80. Кстати, говорил, Микеланджело 80 прожил. И лучшая пора, большая пора из них какая? Труд и болезни. Сегодня многие, я смотрю, там немало христиан уже, которые в этом году такие потери пережили. Близкие люди уходят. Столько трагедий, у кого-то бизнес накрылся, у кого-то еще какая-то беда. И ты смотришь словно на это. И вы знаете, если мы с вами войдем в этот временный взгляд и будем вращаться вместе с суетой, то нас точно так же будет лихорадить, как весь остальной мир. Потому что Бог нам дал что-то особенное, вот эту внутреннюю точку. Потому что неделимый не атом, Дух наш, из которого мы можем смотреть на временные, проходящие, часто трагические вещи. переживать, плакать иногда. Но в жизни настоящего, познавшего Бога человека не может быть этого ужаса, трагедии. Есть этот фантастический мир, который, Павел говорит, превышен нашего земного суетливого ума. Проблема, когда что-то в наших жизнях происходит, я общаюсь с верующими, ой, пастор, вот это, вот это, и я смотрю, а он там крутится, я говорю, подожди, подожди, ты-то где? Да я вот, вот, вот в этом всем, вот в этом. Люди приходят, знаешь, на собрание, такое чувство, ой, тут пробовать послушаю, и побежал опять, вот это. Это же правда, что жизнь многих верующих, да что там говорить, жизнь многих служителей, проповедников, можно назвать суета, сует. И при этом мы пытаемся что-то кому-то доказывать, мы пытаемся что-то кому-то проповедовать, мы пытаемся что-то кому-то объяснять, они смотрят на нас и думают, да ты точно такой же, чем как мы, только еще религиозный, вот и вся разница, и им почему-то не хочется такой веры, потому что они не видят вот эту разницу, потому что мы часто сами ее не видим, и именно эта разница, она и воплочена в этой картине, вот этот вечный взгляд нашего духа, неизменный взгляд на все и плохое, и хорошее, что проходит в нашей жизни, что дает нам мир в любой ситуации, дает нам покой, что бы ни произошло, что бы ни случилось, причем, заметьте, в глазах ведь Мария неравнодушие, любовь, но это любовь, умиротворенная, нечеловеческая страсть, пошла и смотришь уже, время любви, вот этой человеческой, время ненависти, время покоя, время беспокойства, беспокойная, я успокойте меня, вы знаете, я сказал, Микеланджело был человеком возрождения, он не только делал скульптуры, не только рисовал картины, он писал стихи, и у него есть такие строки, я вам сейчас зачитаю, он их правда написал о другой своей скульптуре, но строки очень характерные, послушайте, мне сладко спать, а пуще камнем быть, когда кругом позор и преступление, не чувствовать, не видеть, облегчение, умолкнешь, друг, к чему меня будить, вы знаете, многие верующие говорят о пробуждении, это наша композиция какая-то, как крибли-крабли-бумс в детстве, пробуждение, пробуждение, мы чего-то хотим, чего пробуждение, а что такое пробуждение? Пробуждение, это просто, когда ты проснулся, чтобы понять пробуждение, нужно прежде понять сон, нужно понять, что ты спишь, потому что тебе-то так не кажется, это как, знаете, как во время сильного сна, когда ты сильно спишь, и тебе какой-то сон приснился, такой яркий, ты просыпаешься какое-то время, и даже первые мгновения ты не помнишь, что это сон, тебе кажется, что так оно и было, мне как-то приснилось, что-то там мне кто-то подарил, и такой проснулся, думаю, ой, как здорово, что у меня теперь есть, И тут я вспомнил, что это был сон, но первые секунды я был рад, как будто все на самом деле. И наоборот бывает, знаете, как будто кто-то за тобой гонится, там страшно, ужасно, и ты просыпаешься такой во сне, потому что, о, это сон, успокаиваешься, да, бывает такое. Так вот драгоценные, часто натыкаясь на боль, на несправедливость, на неправду, на обман, мы приходим к выводу, лучше заснуть, то есть жить, как будто ты ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не знаешь, ничего никому ты не скажешь. Чеховский человек в футляре, понимаете, вроде бы живет и в церковь ходит, и богославлю я тут с вами всеми, а потом так же иду и... суета, суется, суета. Вера, вера, это не просто суетливый человек стал религиозным, это иной центр, обрел ли ты его? Есть ли вот эта твердь, незыблемая внутренняя точка, которая у Микеланджело изображена в виде Марии, которая смотрит с любовью, без равнодушия, с любовью даже на трагические события, которые происходят в этом кружении временной жизни. Обрел ли ты эту точку? Видишь ли ты ее? Иначе ты, как Микеланджело говорит, не сладко спать, когда вокруг позор и преступление. К сожалению, большинство пожилых людей имеют лица неумиротворенные, часто озлобленные, из-за несправедливости, из-за предательства, из-за горя, с которым они столкнулись за десятилетия жизни. И смотришь, что такие недовольные лица, лица, как будто человек, он уже уснул, устал бороться, устал искать правду, устал от всего, живешь, но жизни-то нет, есть такое существование зыбкое. Мария живет. Почему? Что-то иное в ее глазах. Она что-то видит иное, обрела что-то иное. Словно она вот в этой молитве тишины, как мы называем, молитве созерцания, смотрит на своего сына. Это как будто словно наша внутренняя точка, дух, который, находясь среди этого кружения временных вещей, часто трагического кружения, остается в спокойствии, в мире, в гармонии и в любви. И если мы научимся смотреть такими глазами, у нас не будет горечи и разочарования, даже сталкиваясь с болезненными вещами, с тяжелыми вещами. Когда люди приходят в церковь, они часто хотят не эту точку обрести, а чтобы все окружилось так, как им хочется. А помолись-ка, пастор, чтобы вот все окружилось, как мне надо, с нужной мне скоростью, в нужном мне направлении. Но послушайте, сколько бы и кто за вас не молился, в жизни очень часто происходит не то, что мы ждем, не то, на что мы рассчитываем, и не то, о чем мы молимся. И это правда, потому что настоящая христианская молитва в корне отличается от языческой магии, которая нужна была только, чтобы все было, как мне хочется. Потому что в языческой магии человеческая воля, человеческие желания. Когда мы приходим в церковь к Богу, мы о чем молимся? Да будет воля, Но сделай, по-моему. Нет. Вот понять это состояние, да будет воля твоя. Это и есть состояние Марии. Это и есть суть этой скульптуры пьета. Знаете, что интересно? В 1971 году, год моего рождения, один геолог из Австралии, Ласла Тот, переехал в Рим. Он почему-то посчитал, что является воплощением Иисуса Христа, пытался встретиться с Папой Римским, у него не получилось, но он был просто с проблемой, у него была психика с проблемой. И тогда, в мае 1972 года, он все это время был в Риме, он был на месте праздничной, посвященной Святой Троице, когда место закончилось, а он был геологом, он схватил этот молоток геологический такой, пробежал к этой статуе и стал ее бить. Там еще есть фотография, когда его уже оттащили. Фотографии есть, потому что на этой месте было около 2000 человек и успели сфотографировать. И вот видите, как уже Лесла Тотто оттаскивают от статуи, но он успел нанести 15 ударов, оббил, видите, можно следующую фотографию, оббил руку, но смотри, все удары он нанес, иди по Иисусу, по Марии нанес все эти удары. Потом там был суд, он всем судьям кары в аду предрекал и твердил, что он Христос, вернувшийся и все прочее. Но знаете, что интересно? У каждого из нас вот есть такая внутренняя часть. В нас живет и Микеланджело Буонаротти, творческое, божественное начало. В нас живет и Ласла Тот. Это разрушительное начало. И это разрушительное начало всегда атакует духовный взгляд, духовные вещи в нашей жизни. То, что апостол Павел говорит, «Плоть противится Духу». Есть эти плотские вещи, которые ненавидят вот этот вечный взгляд. Плотские вещи, которые даже христианство пытаются все сделать в услужении собственному «я», собственному «эгу», чтобы все было, как мне надо, кружилось, как и я хочу. Что в нас победит? Об этом Павел спрашивает в своем знаменитом послании к Галатам. Дух или плоть? Они друг другу противятся. Творческое, созидательное, любящее начало и разрушение, которое прежде всего... Послушайте, если вы думаете, что дьявол прежде всего атакует наши финансы, наше здоровье, нашу счастливую жизнь, он прежде всего духовную жизнь атакует. Вот этот взгляд вечности на временные вещи. Поэтому сегодня огромное количество верующих смотрят вот этими глазами временными. Вера только о временном. Желание к Богу только о временном. Как будто мы упустили самое главное в нашей христианской жизни. Хотим, чтобы все по-нашему было, по-нашему не получается. Сколько бы мы ни молились, мы разочарованные, заканчиваем жизнь. Даже христиане. Как будто мы не видим вот эту важную вещь, вот этот вечный божественный взгляд. Потребовалось много месяцев, чтобы эту скульптуру восстановили. Слава Богу, восстановили ее, да? Там кусочки разлетелись по всему, даже некоторые в качестве сувениров увезли их. Там потом просили, чтобы все вернули. Там некоторые кусочки из Америки потом возвращали. Счастливые туристы. Но сегодня, если вы придете в Ватикан, чтобы посмотреть Пьета Микеланджело, вы увидите, что она за пуленепробиваемым уже стеклом находится с того времени. Вы знаете, я в конце хочу прочитать из второй главы Евангелия от Луки знаменитые слова, пророческие слова Симеона, которые он сказал Марии. Лука, 2 глава, 34 стих. «Сей лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет привлеканий И вот что Симеон сказал Марии, послушайте, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Я раньше, когда читал эти стихи, я подумал, что тут, наверное, говорится о той боли, которая пронзила душу Марии, когда она пережила утрату сына. Но сейчас я вижу иначе. Я обратил внимание, что вот в греческом дословно здесь сказано не оружие пройдет душу, здесь в греческом дословно сказано меч пройдет душу, чтобы открылись сердца. И когда я прочитал это, меч пройдет душу, чтобы открылись сердца, сразу вспоминается, помните, Евреям, 4 глава, двенадцатый стих, знаменитые слова апостола, «Ибо слово Божье, логос, живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышление и намерение сердечное». Я уверен, что пьета и был в тот момент, когда духовный меч словно пронзил ее, это было не просто какой-то боль утраты, это было нечто, что отделило вечную сущность от наших эмоциональных страданий и терзаний, потому что, переживая большую боль, окунувшись головой в это море, в этот океан страданий, можно утонуть, даже будучи верующим. Но переживая страдания не утонуть в этом море можно только, когда ты научился с этой вечной позиции, позиции вечного неизменного духа, смотреть на изменяющиеся, даже дорогие для тебя, но приходящие, заканчивающиеся вещи. Вы знаете, пьета это словно путешествие вглубь тьмы, вглубь скорби, вглубь величайших страданий и горя, вглубь смерти, чтобы даже там с Божьей помощью увидеть гармонию, мир и свет. И ответ на знаменитый вопрос ветхозаветной книги, книги экклезиаста, а что ж такое несуета-то, где же этот верт? пьета вот ответ вечный любящий спокойный взгляд, взгляд духа, словно ответ без слов, потому что здесь слова-то и не нужны. Вы знаете, что интересно, пьета единственная скульптура Микеланджело, которую он подписал. как-то, а я сказал, что он создал ее, будучи молодым, ему было 24 всего года, но это чуть ли не величайшее его творение. И как-то, а он любил приходить и смотреть на нее. И как-то он пришел и смотрел. А тогда ведь интернета не было, твилидивня не было, знаменитых людей не знали. И там стояли люди, никто не знал, что это Микеланджело. Стояли люди и обсуждали эту статую. И говорили, кто ее создал. И назвали другого мастера, не Микеланджело. Микеланджело огорчился. Ночью он прокрался с инструментами. И видите, здесь вот у Марии такая лента, которая идет по телу. И там он выбил свое имя. Причем он там даже ошибся. Там четвертая буква неправильная написана. Но с того времени никто его не исправил. У великих даже ошибки такие. После этого Микеланджело очень огорчился, что он это сделал. И он больше никогда ни одну статую свою не подписывал. Он говорил, что я поддался плоти, потому что настоящий творец всех моих произведений Бог. Я лишь орудие в его руках. Очень хорошее христианское, истинно христианское отношение к авторским правам. Потому что если ты по-настоящему творишь под Божьим водительством, какие у тебя могут быть авторские права? И вот драгоценные точно так же мы с вами находимся в наших реалиях. Это не первый век, когда Мария оплакивала сына. Это не эпоха возрождения, когда был Микеланджело и другие. Это наше время со своими вызовами, со своими бедами, со своими проблемами. Но если вы посмотрите, ничего не изменилось ни со времен возрождения, ни с первого века, да, технологии другие, да, интернет, да, телевидение, но боль та же самая, страдания та же самая, неосуществившиеся мечты те же самые, все это идет, 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 идет по кругу и кружится, и кружится, и кружится, и кружится. Поэтому-то нас и цепляют произведения прошлого, они те же самые эмоции переживали, что и мы с вами, хотя технологии сегодня такие, да, а мы с вами точно такие же остались. И словно Бог через этих людей, сегодня я показал это на примере Микеланджело, говорит к нам, к жителям 2020 года, наблюдающими вторую волну пандемии, не знающими, что год грядущий нам готовит, как все будет дальше. Кто-то говорит, все же никогда мир не будет прежним, кто-то говорит, да нет, будет. И все это словно опять кружится, 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 и мы среди всего этого призваны найти вот эту точку вечности, точку неизменности, потому что только там ты можешь обрести мир. Это знаете, как вот колесо, если взять колесо, колесо жизни, круг жизни, словами Якова говоря, он кружится, 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 и заметьте, когда ты находишься на ободе колеса, то ты носишься больше и дольше всех, но чем ближе к центру, тем круг все меньше, заметили? А точка покоя. Это и есть движение вглубь, движение к центру, это и есть искать царство Божьего и правды его, найти эту вечную точку. Я еще раз говорю, это не означает, что мы теперь равнодушны, нам ни до чего ни дела, нет, мы переживаем, но мы все это смотрим на все это глазами любви, сохраняем мир. И у настоящего верующего человека можно все забрать, но нельзя забрать радость, любовь и мир, потому что источник этого у верующего человека не во временных событиях, а в неизменном духе, соединенном с духом святым. И все доскажут, давайте закроем глаза и склоним головы. Всемогущий Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, я благодарю за Твою милость, я благодарю Тебя за возможность сегодня быть с моими братьями и сестрами здесь и вместе читать Твое слово, слышать Твой голос, обращающийся к нам и через стихи Священного Писания, и через гениальных мастеров прошлого, чтобы во всем этом услышать не просто человека, не просто Творца, не просто проповедника, но услышать Твой голос, Творца всех Творцов, проповедника над всеми проповедниками, царя царей и Господа господствующих. Я молю, мой Бог, коснись нас, коснись наших душ, коснись наших сердец, наполни нас своей любовью. Я молю, мой Бог, особенно коснись тех, кто в последнее время переживает утраты, печальные события. Может быть, кто-то прямо сейчас проходит через боль, через страдания. Коснись этих людей, особенно на Господь, наполни их, мой Бог, чтобы они в этой ситуации обрели Твое царство, чтобы даже боль и скорбь послужили для Твоей славы господства Духа вечного и неизменного над временным и приходящим. Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови каждого из них. Имя Иисуса Христа. Пускай придет мир к тому, кто потерял сострадание, к тому, кто стал жестоким, жестким внутри. Размягчи сердце, убери камень изнутри. Дай плотяное любящее сердце, исцели нас от равнодушия, чтобы мы не спали, закрыв глаза от разочарования, но мы пробудились, проснулись, видели реальность, не прятались от нее, но при этом хранили мир и покоя, любовь и сострадание. слава Господь, честь и хвала да будет тебе Отец, Сын и Дух Святой. И каждый верующий доскажет Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова